Меньше чем через пару часов в столице Казахстана стартует 12-й Астанинский экономический форум. Темой этого года станет вдохновляющий рост люди-города экономики. В этом году АЭФ станет беспрецедентным. Впервые за 12 лет за два дня работы форума состоится больше 50 сессий и мероприятий. Наш корреспондент Асхат Ниязов, который уже дежурит на полях форума. Доброе утро. Асхат, АЭФ всегда славится своими гостями. Кто приехал? Доброе утро, Вера. Да, безусловно, отличительная особенность любого АЭФ – это его гости. Это мировые эксперты, мировые политики, бизнесмены. В этом году это эксперты, бизнесмены и политики из 74 стран мира. Общее число зарегистрированных делегатов составило почти 5,5 тысяч человек. Давайте остановимся на нескольких из них, которые лично я для себя выделил, которые могут быть знакомы нашим телезрителям. Потому что, безусловно, все они заслуживают внимания. Но вот, которых я выделил. Не первый раз гостя в нашей стране и в нашем городе директор, распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ханчжинь, президент Республики Армения Армен Саркисян, председатель Совета директоров Nokia Corporation Риста Сия Ласма и лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 года Пол Ромер. Я бы хотел остановиться на этой личности, потому что в контексте Астанинского экономического форума он получил, в смысле, хочу выделить его в контексте Астанинского экономического форума, потому что он как раз-таки получил Нобелевскую премию по экономике. Ученый, он вместе с коллегой разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени. Как объяснила свой выбор шведская Королевская академия наук, им отдана была премия за исследование продолжительного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения планеты. Простыми словами, ученые ответили на вопрос, почему растет экономика и как сделать так, чтобы рост был устойчивым. То есть, грубо говоря, они ответили на вопрос, что позволит искоренить бедность и неравенство во всем мире. Я думаю, эти ученые заслуживают Нобелевской премии, а может быть даже нескольких. По гостям вроде у меня все. Если есть еще у тебя вопросы, Вера? Какие интересные гости? Чем принципиально отличается этот форум от прошлого года? Да, есть такое отличие, которое я хочу выделить. Например, все знают, что в этом году первый президент объявил об этом. Это 2019 год в Казахстане, это год молодежи. Так вот, в этом году на полях Астанинского экономического форума будет такой специальный формат AF-talks, где молодежь абсолютно бесплатно, практически любой желающий может прийти и пообщаться с мировыми спикерами, с учеными, с бизнесменами, которые приехали со всего мира, с экспертами, которые могут им ответить на многие вопросы, которые, может быть, не смогли им ответить наши казахстанские ученые-бизнесмены. Так вот, чтобы не ездить по всему миру, молодежь может воспользоваться площадкой AF и поговорить с интересными личностями. Если говорить в целом о сессиях, к этой минуте у нас, по-моему, завершилось только одно мероприятие, это бизнес-завтрак по приглашению мирового финансового центра Астана. В 10.30 должна начаться сессия на тему, как избежать глобальной рецессии. Все это будет происходить здесь, в Конгресс-центре. А хочу отметить такой интересный момент. Здесь около 10 залов, и каждый называется в честь известных городов мира. Вот я вижу Дубай есть, Нью-Йорк, Пекин, Москва, и, конечно же, главный зал Нур-Султан. Там в 11.00 начнется пленарная сессия, как и ожидается, с участием первого президента Казахстана Нур-Султана Назарбаева. Пока на этот момент все, что есть, и я уже об этом рассказал. Вера, если больше нет вопросов, у меня все. Пока вопросов нет, ждем нового включения, интересной информации. Спасибо большое, на прямой связи у вас, как я, с площадки AF.